Эти первые стихи книги, Откровения. То, что этот ангел приходит и объясняет различные сцены, которые будут происходить. И этот ангел является своего рода направляющим для Иоанна. И, кстати, ангелы сказаны в Откровении 67 раз. Ангелу, на греческом языке, на самом деле это посланник. Ангел, который является посланником. Но также может быть и пастором. Косвенно тот, кто является посланником Господа. И вот здесь мы видим, что есть свидетельство. Есть свидетель. Три раза в этой главе написано свидетель. Эта книга не только свидетельство Иоанна. Не только свидетельство для Иоанна. Но также это слово Бога, пришедшее от самого Бога. И также другие способы этой книги, как она, эта книга является свидетельством о Ишуа Хамашиах. Поэтому в этом случае Иоанн это свидетель, очевидец. И он полностью описывает то, что увидел. Итак, первые стихи, первый отрывок, это как введение ко всей книге. В чем сущность, в чем цель всего. Также ангельский канал. Также и писатель, кто является человеком. В третьем стихе. Мы видим трехкратное благословение. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие, написанное в нем. Ибо время близко. Это абсолютно непривычная вещь для апокалиптической литературы. И мы этого не находим в апокалиптической литературе, кроме Откровения. Трехкратное благословение в чем? Благословен читающий. Благословен слушающий слова пророчества. И как вы помните, у них тогда не было напечатанных Библий. И это было задолго до того, как Гутенберг изобрел печатной станок. Поэтому один человек читал эти слова и вся община слушала. Блажен тот, кто читает пророчества. Блажен и те, кто слушает пророчества. И третье. Блажен и соблюдающие слова пророчества. Потом он говорит, ибо время близко. И слова время близко на греческом керос ингис. Это указывает на период времени. Это не какой-то определенный момент, определенный час. Другими словами, скоро придет этот сезон, этот период. И здесь вам нужно думать, как Ефиопляне, а не как немцы. И в стихии 4-6. Мы видим, что есть салютация и доктрина. Приветствия идет, и также доктрина. Пожалуйста, пойдите и читайте 4-8, пожалуйста. Иоанн 7 церквам, находящимся в вас, и благодать вам мира от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас, и омывшему нас, и грехов наших, кровью Своей усадиловшему нас, царями и священниками, Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возродают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. Все эти семь церквей, к которым обращаются, это послание, находятся в Западной Азии. И он использует эту эксплуатацию, здесь, Харис Ке Ирини, или Грэйс и Мир. И он говорит, Харис Ке Ирини, это означает Благодать и Мир. И очень часто так говорит Павел в своих посланиях. И Иоанн использует тоже эту фразу здесь в своем втором послании. Он говорит о том, кто был, кто есть и кто грядет. И в греческом языке это самый ближайший перевод Юдхей Вавхей. Это тот, кто есть. Я есть. Кто был, есть и грядет. Мы помним, что в Деутерономе 32, 39, мы помним. Посмотрите, что это Я есть. Просто в Законе 32, 39. Видите ныне, что это Я. Я и нет Бога, кроме меня. И также Исайя 41, 4, стих 4. Я Господь первый, и в последних Я тоже. The whole verse there, Isaiah 41, 4. 41, 4. Я Господь первый, и в последних Я тоже. Now, the alphabet of Rabbi Akiba explains the divine name as past, present, and future, before creation, after creation, and in the world to come. И также в грядущем мире. Rabbi Isaac, who lived about year 300, Rabbi Isaac, who lived about year 300, has said that the Holy One said something similar to Moses. Он сказал, что Святой, сказал слова, подобные Моисею. I am He who was, Я тот, кто был. And I am He who is now. Я есть тот, кто был. Я есть тот, кто есть сейчас. And I am He who will be forever. И я есть Он, который будет всегда. The Jerusalem Targum of Deuteronomy 32, 39. И Иерусалимский Targum 31, 39 годов. Is the closest parallel of all to what we find here in Revelation. Это ближайший параллельный текст, который мы можем найти в книге Откровения. I am He who is. And who was. And I am He who will be. And when we're referring to God in the future, all these Jewish texts use the phrase He who will be. Now Revelation uses the phrase He who is to come. Now there's also reference here in the book of Revelation to the seven spirits. So let's talk about some interpretation, perhaps, of these seven spirits. Are these seven spirits seven angels? Well, the seven mighty throne angels of Jewish tradition are found in both the Tanakh and the Apocrypha and the pseudoepigraphica. Pseudoepigraphica. The Apocrypha are those non-biblical books that are written during the intertestamental time. Также в апокрифах небиблейских книг, которые написаны в межзаветний период. And then there was a series of other books whose authorship is assigned to a fictional character. Чьё авторство, ну, неизвестно. And this is called the pseudoepigraphica. Pseudo means like false. And they offer the names of seven different angels. But the use of the term spirits for angels is rare both in the Hebrew Bible and the New Testament. But now these seven spirits seem to be correlated with the seven congregations. With the implication that each congregation is under the tutelage of its own guardian angel. There's also the thought of the seven spirits represent the Holy Spirit. Также есть такая мысль, что семь духов велистоверяют Дух Святой. In the early days of messianic faith, even before the development of the Trinitarian formula, even before the development of the Trinitarian formula, which, of course, developed some time later, что, конечно, позже пришло это понятие. Мы же могли бы испутать ангелов с Духом Святым. Но в латынской церкви, либо в латынском языке, как многие теологи говорят, они говорят, что это семь духов Божьих, и что это говорится о Духе Святом. Почему? Потому что семь даров перечисляются в переводе септуагинте. В переводе септуагинта Исаии 11 главы. Стихи 2 и 3. И я буду спросить вас, чтобы читать Исаии 11, verses 2 и 3. Вы знаете, что такое септуагинта? Да. Окей. Окей. Гилфи. Это крепость и дух видения и благочестия. Хорошо. Итак, эта интерпретация подходит лучше с семь спиритами в виде трон-визионах. И такая интерпретация больше подходит. В Откровении 4, 5. Мы не будем читать эти письма, я просто даю их референсы. В Откровении 4, 5 и в Откровении 5, 6. Еще в Откровении 4, 5 и в Откровении 5, 6. Тоже семь духов. И как некоторые теологи говорят, что это разнообразное служение Духа Святого. И в этом случае мы увидим Троицу, Отца, который является тетраграмматоном, Иудхей, Вавхей. Дух. Или это семи... Кратное служение Духа Святого. И Сын, Иешуа, Мессия. Давайте пятый стих прочтем. Мы видим, что здесь сказано Иешуа, Мессия. Он является первенцем из мертвых. Это ссылка на Его воскресение. В противопоставлении к тем, которые были подняты к жизни, чтобы снова умереть. Такие, как Лазарь. Он был воскрешен, потом снова умер. Мессия — первенец. Первый, кто принял тело воскресения, которое является бессмертным. И Он является правителем над царями земными. То есть, Он — царь царей. Мадыка царей земных. И мы видим это действие. Он любит нас, возлюбил нас. В греческом Агапонте Магапонте В настоящем времени. Он постоянно в процессе любви к нам. Также «люсанти» Перевод этого «Он освободил нас от грехов через свою кровь». И это не в настоящем времени используется. Это воспользуется в прошлом времени. То, что Он сделал это однажды и навсегда. Однажды, один раз Он освободил. И Он садил нас царями-священниками. И все верующие сейчас верующие евреи, очевидно, это как исполнение схода 19 главы. Но также все верующие являются царями-священниками и исполняют священнические функции. И Откровение в книге «Откровение» это предвкушение, когда мы применим это царственность. Откровение 1.7, пожалуйста. Все грядет с облаками и узрит во всякое око те, которые пронзили Его и возрождают при Нем все племена земные. Он грядет с облаками таким образом мы снова возвращаемся к Данилу 7 главе 13 стиху. И каждое око узрит Его, даже те, которые пронзили. Это Захария 12 глава, 10 стих. И все племена земные будут рыдать. Это почти идентично с Матфеем 24 главой. Я удивлен, что очень много студентов записывают ссылки. И это очень хороший материал для проповедей. что Данил очень труден. Очень сложно проповедовать Данила. Очень сложно учить книги Данила. Даже быть студентом, изучающим книгу Данила. И трудно проповедовать книгу Данила в общине. И то же самое можно сказать о большей части книги Откровения. По этой же причине. Потому что это апокалиптическая литература. Но Откровения 1, 2 и 3, главы 1, 2 и 3, вы хороши, делайте заметки много. Потому что вы можете взять много идей для проповедей, для учения. Материал, то, что можно использовать в воскресной школе либо в других общинах. Другими способами. И он говорит «Аминь». Использует слово «Аминь». Это транслитерация слова на грите «Аминь». И «Аминь» просто означает «Правда» либо «Верность». То есть будет истина, пусть будет правда. И вы можете записать Исаия 65, 13. Исаия 65, 13. Можете записать. Где? На иврите там слово «Аминь» используется дважды, чтобы показать, что Бог является Богом правды, Богом истины. В Откровении 3, 14. Мессия himself is called «Аминь». Сам Мессия назван «Аминь». В ада description «The faithful and true witness». Или же «Верный и истинный свидетель». «Аминь». И, конечно, в Иоанна 14, 6. Он говорит «Я путь и истина и жизнь». Стих 8. «Я есть альфа и омега начало и конец», говорит Господь, «Который есть и был и грядет Вседержитель». Конечно, альфа и омега первые и последние буквы греческого алфавита. И это вызывает внимание instantly от «Креатуре». От «Креатуре». «Креатуре». От «Креатуре». «Креатуре». Также мы как бы отходим от той идеи, что Он создание, что Он является созданием. Ишуа не был создан. Ишуа вечен. Он сказал и произошло творение. «Алеф до тав» выражение это выражение использовали раввины для того, чтобы показать полностью либо совершенно. И эти выражения показывают, что Бог Великий, Бог Всемогущий, Эль-Шадай, кто был и есть и который грядет, это никто другой, как Сам Ишуа. «Шама Исраэл Адонай Илуэну Адонай Эхад» «Слушай, Израиль, Господь есть Бог, Господь есть един». И мы знаем, что Эхад состоит из нескольких элементов. Как муж и жена Басар Эхад совмещает в себе элементы. Поэтому Отец и Дух Святой это Бог Израиля. Дальше видение воскресшего Мессия в стихе 9-11. Он говорит «Я, Иоанн». Это первые примеры такой фразы. Как в Евангелии от Иоанна он говорит о себе ученик, которого любил Иешуа. во втором и третьем послании Иоанна Иоанн говорит о себе как старейшине. А здесь он говорит просто «Я, Иоанн». Он был выслан на Патмос. «Иоанн». Получается, это скалистый остров, который размерами 20 км на 10 км «Иоанн». в основном вулканическая местность это холмы образованные в результате вулканической деятельности. «Иоанн» «От берега, от материка, где-то на расстоянии 80 км». И в соответствии с историей это место, это остров был для тех, кого ссылали за политические преступления. Это как древняя Сибирь. И первые отцы церкви такой, как Ираний, Климент Александрийский и Сибий говорили, что Иоанн был сослан на этот остров во время правления Доминициана. И соответствии с еще одним историком того века. Хотя Иоанн был очень пожилой в то время, его заставляли работать в шахтах, расположенные на том острове. Потому что он говорит, «Я был в Духе в День Господен». И как вы знаете, всякий, кто хочет получить Слово с Небес, должен быть в Духе. И четыре раза повторяется эта фраза в Духе. В 10-м стихе 4-2 4-2 17-3 21-10. И в трех из этих случаев предварительно было приглашение. «Приди и испытай в этом откровение, получи откровение». 4-2 Он пришел на небеса. в пустыню. В 21-10 Он зашел на высокую гору. И хотя трудно определить, что же это значит. «День Господен», но у нас «День Воскресный» написан. Вероятно, Он говорит «Воскресенье», потому что это «День Воскресения». Шаббат это седьмой день. И Ешуа воскрес в первый день недели. Шаббат это седьмой день Шеба. Также это означает прекращение чего-либо, остановка чего-либо. Поэтому Иоанн был хорошим евреем. Я думаю, что если бы это был Шаббат, Он бы сказал «Я был в Духе в Шаббат». Он говорит здесь «Я был в Духе в День Господен, день Воскресный». И Он слышит голос подобной трубе. У вас есть шофар? шофар? У шофар? Он слышит шофар? Шофар? Этот громкий звук он слышит, звук шофара. шофар. И что проявляется божественными повелениями, заповедями. Это власть за этим всем стоит власть определенная. И здесь в этом случае мы знаем, что голос Мессии подобен трубному звуку. И Он говорит «Запиши в книге что ты видишь и пошли семьи и церквам». И что это за трубный голос? Это наш Ишуа. Ишуа. Это маленький младенец из Бефилиема. Это кто умер на кресте. Это тот, кто плакал у гроба Лазаря. Это наш Ишуа. Это тот, о котором мы говорили сегодня. в это утро. Это тот, которому поклонялись некоторое время. И когда мы встречаемся с Ишуа, мы чувствуем Его Дух. Это наш Ишуа. Тот же самый. Который говорит, как труба и этот звук несется с властью. Это голос, который обращался к Иоанну. Поэтому голос, который был позади Иоанна, слышал позади себя. Я доверяю и верю, что вы прочитали эти первые главы книги Откровения. Если нет, тогда прочтите эти три главы. Пожалуйста, не поднимайте своих рук, потому что я не хочу знать. Я надеюсь, что вы читаете эти отрывки, потому что очень важно, чтобы вы имели все эти преимущества недавнего чтения. И как вы видите, время почти наше закончилось сегодня, и нас еще два дня осталось. Могилла. Знаете, что такое Могилла? Это свиток. Да, свиток. Нам нужно пройти еще изучить весь свиток Откровения. И мы только на первой главе, а тут 22 главы. И что бы я хотел, чтобы вы сделали, если вы еще этого не сделали? Прочтите всю книгу Откровения. Для того, чтобы в классе мы не отделяли время. если вы не прочтете и мы не будем читать в классе, тогда учение не будет вам пользы. нужно сделать это, чтобы это осталось в голове освежить. это. Я хотел бы завершить первую главу, позволите мне? так быстро, насколько возможно. Но я хочу закончить это, чтобы мы можем перешли ко второй главе. Мы видим семь золотых светильников. И в древней храме там стояла минора, это светильник из семи ветвей. Три ветви с каждой стороны и одна главная посередине. Так у нас создается ощущение, что мы находимся в святом Божьем месте. Мы в присутствии Божьем, где это горение происходит, лампы, светильника, и также это пространство заполнено благоуханиями. Но в 20 Господь объясняет, что золотых светильников это символ семи церквей. И также среди этих семи церквей Сын человеческий в Его славе. И конечно же Сын человеческий это общее выражение для описания Ишуа. И снова это Даниила 7 13. 7 звезд в Его правой руке это ангелы либо посланники церквей. вероятно, что звезды это лидеры церквей к кому в первую очередь адресованы эти послания. И в то время как церкви должны излучать свет на светильнике и лидеры церкви должны проектировать свет как звезды. из Его уст выходит меч обоедой острый. Это странное выражение и которое только можно увидеть в книге Откровения. Меч исходит из уст Мессии. Метафора языка его и те слова которые он говорит. И обычно меч это метафора для суда. И также слово меч которое он здесь использует это длинный меч и тяжелый меч. Представьте себе викинга. Это длинный меч и тяжелый. Противопоставление есть еще слово в Евреям 4.12 там сказано о Слове Божьем как меч обоида острый и крепче чем ни двух edged sword. который проникает до разделения души и духа. и если евреям 4.12 идея такая это что слово Бога это инструмент под 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 скальпель например это инструмент острый подобное скальпелю точный инструмент он точно должен разрезать а в книге откровения это инструмент для такого тяжелого нанесения суда удара И также эти некоторые аспекты Ишуа сам говорил о них И о славе И вот эти его аспекты он сам Каждый из этих брал И представлялся перед Одной из семи церквей 17 и 20 Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый Он положил на меня десницу свою Сказал мне, не бойся, я первый и последний живой Был мертв и все живы во веки веков Аминь И имею ключи ада и смерти Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего Тайна семи звезд, которые ты видел Десницы моей, семи золотых светильников Есть сия, семь звезд, суть ангела, семи церквей А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей Он пал к ногам его, как мертвый Реакция Иоанна на прославленного Сына Божьего Сила и чья величественность больше не прикрыта И теперь видно, что его праведность Это огонь всепожирающий Это типичная реакция на явление Бога в своей славе Никакой человек не может увидеть Бога и выжить Наши тела не запрограммированы на то, чтобы справиться с таким опытом И так же понять это в противопоставлении с образом близкого общения Если раньше и взаимоотношения Иоанна и Ишуа в предыдущей, ну в ранней еще жизни, в ранних стадиях И так же сострадание Ишуа к ученику, которого он любил Ишуа помещает свою правую руку на него И говорит ему о том, кто он есть Не бойся или перестань бояться Я есть первый и последний Я живой И он подтверждает себя Эройми означает «Я есть» В Новом Завете 48 раз говорится эта фраза И почти всегда это говорится в отношении Мессии и Бога И пять раз эта фраза есть в Откровении Особенно важна эта фраза в Писаниях Иоанна И в Евангелии от Иоанна восемь раз эта фраза Только три раза в других синоптических Евангелиях Выражение «Первый и последний» Это выражение мы находим в книге Исаии Можете записать ссылки Исаия 44.6 41.4 48.12 Он вечный, который живет И это в настоящем времени сказано Он тот, который живет постоянно Он умер во время Но после воскресения Он жив во веки У Него есть ключи от смерти и ада Он суверенен над физической смертью Физической смертью, которая прекращает всякую жизнь в этом мире Но также Он суверенен над адом И жизнью после смерти Ад, о котором здесь сказано Ад, о котором здесь сказано Это среднее состояние, среднее положение Этот ад нужно отличать от огненного озера, либо Геены Там, как говорится Там сказано о вечном состоянии Позже в книге Откровения мы увидим Что ад Будет брошен в озеро огненное Который горит навсегда, во веки И он имеет власть над адом И наш Иешуа суверенен над всякой жизнью И такое поручение дано было Иоанну записать Сихи 19 и 20 Он должен записать все то, что происходит И то, что еще произойдет И на этом мы остановимся Хасиур Нигмар Хасиур Нигмар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok